Девушки отдыхают Хаски и котики дождались своего звездного часа. В чем сила, брат? Самарцы расспросили американцев о России. В Самаре создали беговую дорожку для МКС. Селфи при взлете самолета теперь можно. Как Хаски спасает девушку, побег котенка. Все это и многое другое прямо сейчас. Я кот, хожу где вздумается и гуляю сам по себе. Примерно так, наверное, рассуждают самарские коты на улицах нашего города. Я не поверила своим глазам, но фотографии в социальных сетях с таким хэштегом сотни. Самара любит кошек, а кошки любят наш город. А как еще объяснить такое их количество, особенно в центре города? Греются на солнышке, никуда не торопясь. А вы, дорогие наши зрители, не проходите мимо. Может, какая-нибудь милая кошечка или кот станет отличным другом вашей семьи. Подумайте над этим. А пока думайте. Вот вам фотографии для ленивого кошачьего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Самарцы Илья Левянт и Леонид Власов узнали у американцев, как они относятся к русским. На прошлой неделе видеоопрос появился в сети. Как выяснилось, у большинства опрошенных из Нью-Йорка Россия ассоциируется с президентом Владимиром Путиным. Поинтересовались самарцы мнением американцев и о русской еде. Спросили о друзьях из России и о Крыме. Владимир Путин. Я думаю, что он прекрасный. Он сильный. Он пишет «бер». Футбол. Коммунизм. Стрэнкф. И привет. Кольд. Владимир Путин. На данный момент видео набрало почти 80 тысяч просмотров. Илья и Леонид в данное время живут и учатся в США. Их видеоблоги посвящены обучению, жизни на чужбине и приключениям русских в Америке. Я вот когда готовлюсь к программе, обязательно просматриваю популярные самарские группы, сообщества, блоги и так далее. Есть одна запись в группе «Самара ВКонтакте», которая не только меня не оставила равнодушной, но и сотни других пользователей. Жительница Самары Ирина Тимофеева опубликовала в группе запись о том, как ей пришлось вместе с детьми и вместо отдыха убирать территорию от мусора предыдущих отдыхающих. Ирина с семьей приехала отдыхать на озеро Барское в поселке Гранный. Запись собрала немалое количество лайков, перепостов, а уж какие словесные баталии развернулись в комментариях. Ирина пишет, что написала про уборку отнюдь не в поисках похвал. Далее цитата. Эта проблема серьезная. В решении уповать не на кого, только самим брать в руки мешки для мусора и выдвигаться во двор, в ближайший лес или на берег. Так что присоединяйтесь, господа, присоединяйтесь. Ирина, наша программа ставит вам наш самарский лайк. Ученые из трех континентов собрались в Самаре на третьей научно-технической конференции «Динамика и виброакустика машин». Свои передовые проекты в робототехнике и машиностроении наряду с самарскими учеными представили гости из США, Германии, Польши, Финляндии, Франции, Австрии и Японии. Самарская, она же Куевшевская школа по динамике и виброакустике является одной из наиболее авторитетных мировых научно-практических школ. Сейчас на базе Самарского университета также проводится большая научная работа. Студенты представили на конференции новую современную беговую дорожку, которая превзошла по множеству параметров американский аналог и теперь используется на Международной космической станции. Я думаю, этим смело можно гордиться. Ну кто не мечтал сделать селфи во время взлета или посадки самолета? Надеюсь, что вас немного. Так вот, с 1 июля Аэрофлот больше не станет возражать против любительских снимков забортных пейзажей во время взлета и посадки. Теперь в эти моменты можно пользоваться любой электроникой, отключив ее от сетей связи. Эту новость так взбудоражила общественность, что количество радостных комментариев перевалило за десятки тысяч на разных новостных порталах. На взлете и при посадке самолета можно сделать самые прекрасные кадры. И теперь вы больше не упустите удачные фото мгновения, написала компания в корпоративном блоге. Телефон или планшет необходимо будет перевести в авиарежим и спокойно пользоваться на борту. Пес породы хаски стал звездой интернета. Хотя, как мне кажется, все фото и видео, где есть хаски, голубые глазки, так или иначе набирают множество лайков. Но в данном видео все гораздо серьезнее. Пес показал себя не просто верным другом, а защитником, настоящим мужчиной. В ролике видно, что стоило мужчине только хлопнуть свою девушку несколько раз по ноге, разумеется в шутку, как пес тотчас примчался на ее защиту. Выясняет отношения с хозяином, пес также по-мужски, на лапах. Дружба бывает разная. Всем тем, кто переживал за Тимура и Амура, посвящается. На прошлой неделе выяснилось, что никакой дружбы и не было, а был всего лишь пиар для привлечения посетителей в заповедник. Тигра кормили до отвала, вот он и не трогал козлика. А так остались бы от козлика только рожки до ножки. Жалко, конечно, мы ведь поверили. Ладно, зато в следующую дружбу поверили миллионы пользователей интернета. Поверили и отчасти даже проследились. Магазин домашних животных в китайском Тайбэе опубликовал видеоролик о дружбе котенка и щенка, живущих в соседних боксах. Котенок перелез в кабинку к щенку, чтобы поиграться и не заскучать. Там ему оказались очень рады. Ну какая же все-таки прелесть. Японец выложил в сеть видео о том, как он играет пылесосом на губной гармошке. Пост стал настоящим хитом в Твиттере. Почти 250 тысяч человек ретвитнули это сообщение. Как вообще японцу пришло в голову совместить гармошку и пылесос? В комментариях многие пользователи обратили внимание на то, что получившийся звук уж очень похож на стандартную мелодию запуска операционной системы Windows 95. Некоторые также отметили, что видео с пылесосом можно использовать в качестве ответа своим оппонентам в интернет-спорах. Пошутили и о том, что бытовой прибор играет на гармошке лучше некоторых людей. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Если есть какие-то интересные самарские новости, обсуждения фотографий и видео, пишите нам. Давайте дружите в социальных сетях. Итак, наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через свое приложение на смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока.